отмашку от режиссера и будем начинать да и у нас идет запись вы мне позволяете эту запись забрать себе да или вы мне пришлете я думаю мы вам пришел я заберу эту и вы мне пришлете хорошо все вы готовы я всегда готов супер это отлично тогда мы начинаем друзья здравствуйте это политика меня зовут анастасия гусарева как обычно ищем ответы на сложные вопросы пытаемся анализировать все то что происходит в мире стране как это на нас с вами влияет и конечно же мы приобщаем к этому аналитиков людей которые способны разобраться в ситуации подсказать нам с вами сегодня у нас на политике константин боробой это предприниматель политик здравствуйте здравствуйте анастасия ну я бы наверное предлагала вам начать с того что сейчас все обсуждают это g20 уже байден прилетел туда и конечно же от этой встречи от этого саммита ждут многого украина ждет поддержки ждет определенного заявления и вот сегодня президент украины владимир зеленский сказал о том что он ожидает объединение и консолидации все-таки стран глобального юга в вопросах по поводу поддержки украины именно это по его мнению изолирует россию полностью как вы считаете ну понимаете нынешняя ситуация на двадцатке она не позволяет надеяться на то что будет выработать единый документ это очень жаль но это так сказать реальность такова единый документ по отношению к этой войне россии против украины к сожалению есть страны которые придерживаются другой точки зрения поддерживают путина и это не только китай и у индии очень специфичный отношение к этому и это такое противоречие который не позволяет надеяться на то о чем говорит владимир зеленский а самому зеленскому конечно надо решать эти вопросы связанные с взаимоотношением соединенными штатами вот к сожалению скрытая или неявная позиция байтона она не связана с полной поддержкой украины для того чтобы украине добиться изменения этой ситуации зеленскому необходимо начинать переговоры не только с демократической администрации но и с будущей администрации с республиканцами соединенных штатов к сожалению он этого не делает вы ведете к тому что ну условно когда вы говорите о том что байден не совсем поддерживает украину вы имеете ввиду ленд-лиз который там не знаю сколько уже времени или же оружие которое способно изменить ситуацию на фронте но которая не не поставляется или же есть еще какие-то моменты на которые вы бы обратили наше внимание в этом вопросе насти я имею ввиду все я имею ввиду шесть или пять самолетов f16 которые должны бы были закрыть небо над украиной ну понятно что пять самолетов шесть самолетов этого сделать не могут вот который может быть будут поставлены в двадцать четвертом году а может быть и не будут поставлены я имею ввиду бал малое количество вот этих систем защиту от ракет российских но и не только там несколько разных систем которые конечно поставляются в недостаточном количестве каждый день мы читаем сообщение о гибели людей трагических ситуациях теперь уже просто коммерческой деятельности россии которая уничтожает склады с продовольствием причем это же ведь это одна из проблем на g20 украина помогает решать продовольственный кризис в мире россии препятствует этому решению и уже сказывается это на ценах на продовольствие сказывается на поставок поставках продовольствия там в африку в азию вот но вы знаете что россия продолжает очень активную пропагандистскую кампанию вот среди тех же африканских государств вот ситуация сложная в этих условиях хотелось бы конечно более интенсивных действий согласованных действий украинской дипломатии которая сегодня ну вот судя по действиям макаровой посла в соединенных штатов судя по ее заявлениям о том что все в порядке никакой ленд-лист не нужен но такое впечатление что она в соединенных штатах представляет интересы не украины а россии понимаете и то что дипломатия украинская это полная компетенция президента Владимира Зеленского но заставляет нас задавать ему вопрос что происходит вот понимаете я в восторге от того что произошло 24 февраля когда президент Зеленский отказался там покинуть территорию украины эмигрировать получить политическое убежище когда народ украины военные украины просто совершили беспримерный подвиг вот но сейчас ну нужен подвиг опять подвиг понимаете подвиг дипломатический его к сожалению не происходит а как вот может свершиться скажем так этот дипломатический подвиг ну вот мы видели разные моменты и разные скажем так принципы ведения дипломатии нашим президентом он и очень жестко выступал касательно в сторону стран запада в сторону соединенных в сторону Америки и очень резкие заявления были и даже возникали конфликты по этому поводу в то же время были и и есть дружеские отношения с некоторыми лидерами я думаю это тоже работа наладить эти отношения да и в таком ключе тоже ведется деятельность а вот как как можно повлиять на эту ситуацию вот вот не хочет байден давать там эти самолеты в нужном количестве или ленд-лиз вот что мы можем сделать по состоянию на сейчас вы знаете в демократических государствах существует так называемое разделение властей это разделение властей позволяет существовать обратным связям отрицательным обратным связям существует мощный инструмент вот обратной связи пресса который критикует всегда власть существует парламент сегодня в соединенных штатах нижняя палата парламента та которая принимает законы она в большинстве своем состоит из республиканской партии и республиканская партия противостоит социалистам демократической партии байдену и сегодня когда путин тьфу путин когда зеленский отказывается сотрудничать фактически отказывается и дипломаты украинские отказывается сотрудничать с республиканцами но это прокол в их деятельности это недостаток их деятельности это ошибка вот ну давайте призывать владимира зеленского обратить внимание на то что скажем призыв к союзникам украины к польше к странам балтии к великобритании там усилить поддержку украины или там ну то что он сделал по отношению там к министру обороны великобританию свое время но это просто бессмысленное действие они и так делают все что они могут швеция поставила украине 30 процентов своих вооружений то есть они фактически оказались безоружными перед возможной агрессией россии между прочим вот а работать надо сегодня с республиканской партии соединенных штатов и это должны делать не только там дипломаты которые этого пока не делают это должен делать сам президент и сегодня я бы хотел видеть Зеленского не на саммите G20 где он уже ничего сделать не может это сложившееся положение не приведет к принятию необходимых решений я бы хотел видеть Зеленского в Соединенных Штатах во-первых я бы его смог пригласить себя в гости во-вторых он бы начал ту самую работу к которой мы его с вами призываем то есть стимулировать Соединенные Штаты не сокращать поставки вооружений а усиливать их Путин сегодня тратит по самым скромным подсчетам 10 миллиардов долларов в месяц на эту войну Соединенные Штаты поставляют в Украину 80% вооружений 80% и это в прошлом месяце это было чуть больше миллиарда долларов а теперь это меньше миллиарда долларов это очень опасно и мы с вами не должны исключать крайне важную и опасную ситуацию Украина несмотря на многие такие знаете гордые заявления о победе о контрнаступлении Украина не так успешно в этой войне именно потому что ей не хватает вооружения ну кстати президент об этом тоже сегодня сказал что это все зависит от вооружения и напрямую не надо ходить там гадать да он это озвучил сегодня на Ялтинской конференции и кроме того он еще назвал три приоритета скажем так которые могли бы повлиять на Россию которые касаются санкций это энергосектор реальное ограничение поставок террористам чипов и в целом микроэлектроники дальнейшая блокировка российского финансового сектора это санкционное наступление мира должно восстановиться как вы думаете подействует ли это на Россию и подействует ли это на наших партнеров и вообще решаться ли они эти санкции применить санкции есть но они не действуют то что делает сегодня Зеленский это к сожалению пустые разговоры призывы к активизации санкций к энергетическому давлению финансовому Россия очень успешно обходит эти санкции очень эффективно компании перестали возвращать прибыль центральному банку они распоряжаются прямо там на западе российские компании торгующие сырьевыми энергоресурсами санкции обходятся очень легко чувствительное и используемое для вооружения электроника поставляется в объеме необходимом России никаких проблем к сожалению у России с этим нету столько электроники чувствительной важной современной сколько нужно столько и поставляется и это призыв ну не вообще в пространство должен быть это должен быть призыв к очень конкретным государством в данном случае к Соединенным Штатам понимаете когда строился вот этот Nordos 2 и президент Трамп принял вторичные санкции против государств которые помогают России строить этот Nord Stream 2 он тут же остановил строительство немедленно потому что компании которые делали это они поняли что они сами могут попасть под санкции первое что сделал президент Байден он отменил эти вторичные санкции понимаете сегодня в Соединенных Штатах у власти демократическая администрация социалисты они находятся в договорных отношениях с Путиным и они не заинтересованы по разным причинам это можно обсуждать почему не заинтересованы в настоящем давлении на Путина к сожалению эта политика она транслируется на весь так сказать запад вот и знаете как у Жуанецкого там надо с консерватории начинать надо что-то поправить в консерватории надо что-то поправить во взаимоотношениях с Соединенными Штатами я повторюсь где Зеленский что он делает на этой ну двадцатке пусть будет там это полезное дело бессмысленное но полезное это протокольное скорее мероприятие а почему его нет в Соединенных Штатах почему он не делает так необходимы для Украины дело я этого не понимаю ну в ЗМИ была информация о том что готовится встреча Байдена и Зеленского как вы думаете эта встреча может на что-то повлиять что-то изменить изменить те моменты которые мы с вами проговорили или же это все-таки сверка часов обсуждения там каких-то месседжей и на этом будет все а вы знаете я издалека начну значит мы с вами родились в Советском Союзе ну то есть вы нет конечно мы так сказать ваши родители и я мы жили в Советском Союзе и пропагандистская компания советская социалистическая она была основана на лыжи это всегда была ложь понимаете вот по любому поводу там рассказывали о том как богат Советский Союз в магазинах ничего не было мяса яиц не было а по телевизору рассказывали что производство яиц там молока масло мясо на душу населения в этом году выросло еще на 2% а в магазинах ничего я вас уверяю Байден будет рассказывать о том как он поддерживает Украину как он поддерживает демократию в Украине он там прослезиться может и сделать еще что-то чувствительное но из этого не следует что социалистическая партия Соединенных Штатов демократическая партия как-то изменит свое отношение к Украине как в начале войны она планировала сдать Украину Путину так и сейчас она планирует заморозить этот конфликт так чтобы Путин успокоился и удовлетворился хотя бы вот ну вот территориями которые захватил к сегодняшнему дню план Зеленского об освобождении территории до границ территории Украины до границ девяносто первого года не реализуем план Зеленского освободить Украину до состояния начала войны не реализуем это вот реалии и не реализуем он именно из-за позиций Соединенных Штатов рассчитывать на то что Байден при этой встрече скажет нужные слова сто процентов скажет он когда в Вильнюсе рассказал как цен на демократии я чуть не прослезился но за этим стояло ничего точно так же ничего будет стоять за его словами во время встречи с Зеленским ничего рассчитывать на лживых социалистов их коммунистами уже называют так сказать Соединенные Штаты не стоит это ошибка понимаете дурак это не тот кто делает ошибки ошибки делают все дурак это тот кто повторяет свои ошибки это очень старая истина пока Украина и президент Украины будет надеяться на то что социалистическая партия Соединенных Штатов находящаяся в соглашении с Путиным что-то сделает серьезное для победы Украины то до тех пор никаких результатов не будет а почему такая вот позиция чего боятся ядерной кнопки но уже пугает Путин ядерной кнопкой ну я не знаю уже сколько и до сих пор ну там передали ему месседжи что этого не стоит делать в чем опасение или в чем состоит вот эта вот договоренность которая не позволяет поддержать Украину в полной мере это два вопроса первый вопрос каковы формальные основания для такой позиции это не фактически это формальные основания они произнесены были много раз их много этих формальных оснований значит мы против говорит там Энтони Блинкин госсекретаря 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 Соединенных Штатов мы против разгрома Путина это прямо сказано это позиция Соединенных Штатов потому что это может привести к расширению конфликта потому что это может привести к возникновению ядерной составляющей потому что это может нанести экономический ущерб Соединенным Штатам и так далее это оснований очень много но есть фактические основания одно из главных фактических оснований это то что президент Байден сегодня находится на крючке у Путина сегодня идут расследования в Соединенных Штатах преступления семьи Байдена в разных частях света в том числе в Украине Бурисман там и другие случаи и президент Байден очень зависит от позиции Путина он боится разоблачений понимаете потому что если вдруг президент Зеленский или Путин начнут рассказывать о реальной ситуации вот с этой коррупции вот ну не только он президент Байден но и любой другой кандидат демократической партии в двадцать четвертом году не сможет победить на выборах седьмого ноября или восьмого я уж не помню ноября двадцать четвертого года в соединенных штатах выбора президента а там еще там до этого и после этого и во время этого будут выборы в конгресс и в сенат вот демократическая администрация она дискредитировала себя совершенно вот этими коррупционными скандалами неэффективностью экономики но они везде такие коммунисты они везде такие они везде неэффективны они не умеют управлять они не умеют управлять там экономикой политической системы у них вместо управления пропагандистская компания включается там началась инфляция в соединенных штатах первое что сказал байдер знаете что что это инфляция или там рост цен на нефть связан с действиями путина это разве не связан да нет конечно конечно не связан это отговорки понимаете или пропагандистская компания безумная пропагандистская компания сегодня там ну и это я не хочу отвлекаться это очень далеко от Украины вот продвижение там новых концепций в соединенных штатах там трансгендерной или феминистской концепции или борьба с да давайте все таки вернемся к Украине мы с вами говорили о том что чего бояться да чего там ждать от Путина мы сейчас видим что есть успехи контрнаступления мы видим что не состоялось возвращение России в эту зерновую сделку Эрдоган уехал без какого-то подписания чего-то там и одно из тем кстати G20 обозначили как раз таки зерно и все что с этим связано и вот появилась информация сегодня в СМИ о том что вроде бы может быть что Россия готовится к подрыву турецкого потока и Голубого потока они готовят к этому грунт потому что делают какие-то заявления что вроде бы у них есть информация что там какие-то диверсии планируется ну мы эту схему эту работу по поводу того что там диверсанты работают знаем это шантаж со стороны Путина все таки потому что уже не осталось чем шантажировать или вот какая цель этого вброса это безусловно шантаж власти в России находятся спецслужбы чекисты КГБ они существуют в разных формах там ФНБ ФСО там ГРУ их там несколько десятков этих спецслужб в России сегодня вот они это их метод действия создания провокации напряжений и достаточно циничная торговля с Эрдоганом Путину не удалось договориться потому что он выдвинул совершенно не реализуемые условия он захотел получить снятие всех санкций с торговли продовольствием в этих условиях когда он уничтожает склады продовольствия в Украине он хотел бы получить преференции для торговли продовольствием России при росте цен это очень выгодно циничная позиция понимаете очень циничная позиция то же самое с этими газовыми нефтепотоками ну они не готовы подрывать эти потоки потому что это шантаж такой настоящий понимаете это очень хорошо рассчитанный шантаж но это далекое от сегодняшней нашей темы рассуждения но это хорошо рассчитанный шантаж потому что есть некоторые преимущества которые получают россии если она эти провокации все-таки осуществит а что может повлиять на россию в плане прекращения этого шантажа ну потому что пока мы видим что они просто ищут новые методы придумывают смотрят как на это реагирует там страны запада как на это реагирует америка и дальше себе устраивают концепцию да и я слышу разговоры о том что в россии закончились деньги или закончатся деньги или уже вообще все закончилось вот ну наверное уже год и тем не менее россия производит продолжает производить оружие мы с вами говорили что продолжают некоторые страны поставки продолжают финансировать войну и продолжается ну и война сама продолжается как вы считаете может ли если механизм который может на это все повлиять и в контексте продолжения войны будет ли объявлена мобилизация в россии о которой говорят уже тоже достаточно долго ну так сразу несколько вопросов задаете сложных значит единственное что может изменить ситуацию это изменение власти в россии чекисты должны быть отстранены от власти в этом там это кстати одна из причин об этом открыто говорят американцы блинкин байден соединенные штаты не заинтересованы в отстранении путина от власти потому что результатом такого отстранения будет высокая степень нестабильности то же самое было при распаде советского союза это то что мне Андрей Владимирович Козырев рассказывал когда он позвонил после беловежского совещания сообщил белому дому что советского союза больше нет там началась паника понимаете в отличие от этих советских патриотов которые говорили что ЦРУ там Америка Запад вообще спит и видит распад советского союза они этого не хотели они не хотят распада советского союза то есть россии их устраивает авторитарный режим в россии это хорошая управляемая стабильная ситуация это не устраивает нас с вами меня как гражданина россии вас как гражданина украины гражданки украины против которой россия воюет вот но всех остальных это устраивает стабильность понимаете и это от нас зависит вот как мы сейчас с вами зеленского призывали решать какие-то вопросы никто помогать ему решать эти вопросы не будет он должен сам сообразить что это необходимо решать и начать решать эти проблемы вот какой там еще вопрос вопрос о мобилизации но тут сразу хочу вас уточнить вот вы говорите единственный способ это убрать чекистов от власти а как же их убрать от власти если он пригожин попробовал их убрать ну скорее всего у него не было такой цели да ну хотя бы сделал вид а убрали самого пригожина то о чем вы сказали соединенные штаты не заинтересованы я вас прошу вы сразу задаете несколько десятков вопросов давайте по частям давайте убрать чекистов надо это делать надо это делать вот сегодня задача убрать чекистов это победить в войне чтобы победить в войне необходимо изменить политику соединенных штатов политика соединенных штатов в некоторой степени в руках Зеленского именно от Зеленского зависит будет ли проводиться антикоррупционное расследование в Украине это же преступление понимаете на территории Украины было совершено преступление коррупционное президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился лично к Зеленскому и сказал ему дорогой мой сделай мне одолжение у тебя под носом совершено уголовное преступление ну хотя бы расследуй его Зеленский расследует нет он говорит я не хочу вмешиваться в этот межпартийный конфликт то есть он вмешивается в межпартийный конфликт на стороне тех кто совершает преступления сегодня против Украины совершается настоящее преступление отсутствие помощи Украине это уголовное преступление продолжение того преступления коррупционного которое было вот связано с буризмой ну и других это настоящее преступление за это преступление украинцы государство платит огромные там деньги жизнями своих людей понимаете циник Байден его не волнуют эти украинцы подумаешь у них в планах было вообще отдать Украину Путину целиком так же как они отдали Крым это было перед началом войны так же как они отдали Крым как они отдали кстати говоря и Беларусь подумаешь какое-то там маленькое государство Украина будет в радость у Путина да плевать зато стабильность зато стабильные поставки сырьевых энергоносителей в Европу и в США сегодня все это в руках Зеленского и он ничего не делает кроме шума знаете вот такого пустозвонства я ничего не вижу призыв к министру обороны Великобритании там увеличить поставки американского оружия это ну это не глупость это просто пустозвонство понимаете вот это продолжается призыв на мы начали с вами с Ж-20 на Ж-20 экспертные вопросы не решаются все это решается заранее рассчитывать на то что будет принято какое-то нужное Украине постановление бессмысленно единой позиции у G-20 по этому поводу нету дискуссии которые там происходят они носят формальный характер закрепления заранее обговоренной позиции и рассчитывать на то что G-20 продвинется в сторону Украины или начнет с большим вниманием сочувствием относиться к Украине бессмысленно а вот вы говорите Зеленский ничего не делает по этому делу никак ну стоит отметить сразу да юридически что Зеленский не ведет личное расследование это ведет там прокуратура либо компетентные органы но все же то есть как это должно выглядеть Зеленский должен шантажировать Байдена этим делом ну или как как это вообще или же вы можете представить допустим ситуацию чтобы в Америке да президент указывал какие дела расследовать а какие нет компетентным органом ну вы предлагаете мне изображать идиота нет о том что сообщить вам о том что я не знаю что по требованию Байдена прокурор Шокин был снят со своей должностью правда при Порошенко просто снят понимаете это расследование было остановлено потому что очень четко все сказал Байден значит либо вы снимаете Шокин останавливаете расследование либо не получите одного миллиарда долларов вы знаете отвечая на ваш вопрос я бы хотел призвать политиков Украины президента Украины вернуться в состояние реальности это очень важно понимаете то чем занимаются многие в Украине там вот психотерапевтическими такими мероприятиями поддержкой граждан Украины военных разговорами о том что значит вот контрнаступление очень успешно ну мы с вами реалисты ну не успешно это контрнаступление не успешно оно решает какие-то локальные микроскопические задачи контрнаступление в условиях отсутствия вооружений невозможно вот вы говорите а что должен делать президент ну когда я буду советником президента я ему буду советовать а так я ему предлагаю просто включить своих советников не тех кто занимается психотерапией успокаивает народ и говорит все хорошо что мы скоро победим что я столько слышу слов у России кончились кончилось оружие Россия сейчас производит вооружение боеприпасов вот этих примитивных снарядов и пуль больше чем Соединенные Штаты понимаете говорить о том что в России не успех мобилизации но это тоже не так уже началась мобилизация русскоязычных и нерусскоязычных иммигрантов в ближайших государствах Россия начинает платить какие-то там безумные деньги там 4-5 тысяч долларов в Казахстане для них это очень большие особенно для депрессивных регионов это просто первое содержание мобилизуемых а потом там больше тысячи долларов в месяц если надо будет Путина денег у него достаточно если надо будет он и 10 миллионов может собрать и это не решение такой самообман он мне кажется очень опасным понимаете сегодня в Украине я вижу как очень многие занимаются вот этой психотерапевтической техникой да все хорошо не надо отчаиваться мы победим не исключена возможность совершенно не исключена полной оккупации Украины понимаете мы сегодня должны ну мне очень неприятно выполнять эту роль такую знаете холодного душа но ну приходится делать это совершенно не исключенный вариант развития ситуации Украина может быть оккупирована полностью превратиться в такую же колонию как Беларусь и все это кончится там ну какими-то большими трагедиями сегодня я все-таки хотела бы верить что этот вариант невозможен я тоже хочу в это верить понимаете но для того чтобы верить в это давайте добиваться чего-то чтобы делалось для того чтобы была возможность ну позитивного исхода добиваться от того же там президента Зеленского вот как раз о том что может быть что может поменяться 2024 год уже не так долго осталось вы сами сказали о том что это выборы президента Соединенных Штатов Америки также будут ну я не знаю можно это назвать выборами или нет в России Европарламент кстати тоже самое там тоже будут выборы несколько европейских стран если я не ошибаюсь там также будут проведены выборы как может ситуация измениться после выборов 2024 года администрация республиканской партии когда она была в власти Путин сидел тихо и молчал один раз он позволил себе напасть на Грузию в 2008 году напал нашел до Тбилиси когда американцы начали поставлять вооружение и вооруженные силы Соединенных Штатов активизировались Путин развернулся и вывел свои войска из Украины то же самое то есть из Грузии то же самое должно было бы случиться в Украине если бы у власти была республиканская администрация но пришлось этот подвиг защиты Украины совершать самим украинцам президенту Зеленскому вот вот то о чем вы говорите выборы но они постоянно происходят это вопрос ежедневных каких-то действий продвижения заявлений а почему украинская дипломатия сегодня не так эффективно как могла бы быть ответ на этот вопрос очень простой потому что очень сильно влияние агентурных сетей России понимаете почему американская это одна из причин администрация там действует и так алина и а не иначе потому что очень сильно влияние спецслужб России в Соединенных Штатах в том числе эти вопросы надо решать это вопросы которые связаны с ситуацией внутри Украины во взаимоотношениях Украины с соседними государствами с друзьями с оппонентами их надо решать решать каждый день вы правы постоянно идут выборы и на этих выборах в этих выборах принимают участие в том числе и Россия поддерживая нужные ей политические силы вот и должна была бы участвовать украинская дипломатия дипломатия независимой Украины не дипломатия Украины в составе СССР или там дипломатия Украины испытывающая большое влияние там России бывшего Центра имперского вот а независимая дипломатия надо делать а вот вы говорите о том что если бы были республиканцы такого бы не случилось но допустим вот не так давно все обсуждали новую такую тему информационную скажем так что Путин хочет затянуть войну до тех пор пока Трамп не станет президентом потому что вроде бы с Трампом у них более приятные отношения нежели с нынешним президентом Соединенных Штатов Америки и вот он надеется что Трамп станет президентом и каким-то образом не знаю либо поспособствует либо решится эта ситуация откуда тогда эти заявления В Украине проводится очень мощная пропагандистская кампания в поддержку демократической партии в поддержку Байдена мы с вами знаем прекрасно что вот в этих коррупционных взаимосвязях находится демократическая администрация и бывший президент Украины Порошенко мы с вами если не не все мы с вами но я вам сообщаю что в окружении президента Зеленского большое число людей которые продвигают эту пропагандистскую кампанию людей которые получили очень сильное влияние ну основных спонсоров демократической партии США в частности Сороса и эта концепция продвигается она сегодня направлена против Украины она наносит ущерб я не хочу называть конкретные фамилии там руководителей в администрации президента Зеленского вот но они сегодня продвигают эту позицию эту концепцию она антиукраинская говорить о том что республиканская партия консервативная партия которая продвигает поддерживает во всем мире ценности свободы и демократии что после того как придет к власти Трамп значит Путин получит какие-то дополнительные возможности но это бред и пропаганда это было в соединенных штатах в шестнадцатом году когда демократическая администрация то есть демократическая партия Хиллари Клинтон боролись с Трампом и говорили что Трамп на крючке у Путина и пытались доказать и рассказывали всякие легенды об этом и в то же самое время платили чекистов в Москве для того чтобы получать компромат на Трампа это совместная акция была Путина и демократической администрации и сегодня это тоже совместная акция Путина и Байдена по ликвидации независимости Украины и говорить сегодня что отход этих предателей фактически Украины от власти там демократической администрации Байдена может навредить Украине это выступать против Украины понимаете и напоследок не могу вас не спросить о выборах в Украине призывали или советовали провести выборы в Украине в 2024 году дабы подтвердить демократические принципы подтвердить свой путь по демократической этой тропинке как вы считаете нужны ли действительно эти выборы для вот таких подтверждений и почему звучали эти советы скажем так этот совет дал один политик ну не один там несколько человек Соединенных Штатов это совет такого общего глобального характера связанный с призывом сохранить демократию в Украине то что на эту реплику начал отвечать президент Зеленский это неправильно это те же ошибки то же самое вот это ощущение понимаете вторичности Украины какой-то депутат парламента сказал что надо проводить выборы ну Макарова посол Украины в Соединенных Штатах должна была ответить что в нужный момент в соответствии с Конституцией Украины мы проведем выборы а тут целый президент начинает оправдываться все средства массовой информации пишут о том что вот Соединенные Штаты заинтересованы сменить президента Украины ну бред понимаете несерьезные очень отношения так что тут совет простой понимаете не бежать заголя так сказать определенные части тела по первому призыву вот а относиться спокойно к таким заявлениям позиции подумаешь депутат какой-то там сказал что надо проводить выборы в Украине есть конституции в соответствии с этой конституцией проводить выборы во время военных действий по сравнению ну в соответствии даже со здравым смыслом проводить выборы в окопах это бессмысленное какое-то действие понимаете опасное подставлять людей ставить их в опасное состояние как это технически это будут в окопы приносить ящики и люди будут заполнять бюллетени когда им надо просто воевать защищаться президент должен был бы к черту послать этого депутата и правильно сделал бы а он начал там еще про деньги с ним разговаривать услышал о вас спасибо большое вам за разговор константин воровой был сегодня на политике это предприниматель политик друзья спасибо вам большое за то что вы с нами за то что вы поддерживаете комментируете ставите свои лайки это все нам помогает продвигать наши видео я вам желаю мирного неба берегите пожалуйста себя и мы с вами увидимся на следующих наших эфирах на политике